Лукашенко и тишина. Победа Головченко над санкциями. Страна для жизни от совбеза. Секрет успеха Качановой и мечты генпрокурора. Эти и другие цитаты недели в очередном выпуске. Поехали! Министр обороны Виктор Хренин неожиданно выступил на церемонии возложения венков на День Победы. Товарищ главнокомандующий вооруженными силами, позвольте по вашему поручению высказать позицию военных людей о неприходящем значении Великой Победы. Тут, конечно, не важно, что говорит Виктор Хренин. Важно, кто при этом молчит. У Александра Лукашенко на неделе было огромное количество возможностей высказаться. Все-таки один из главных праздников. Но он промолчал. И не потому, что минута молчания. Сначала пришлось немного перекроить график и вместо утреннего шествия с возложением венков полететь в Москву, чтобы послушать выступление Путина на Красной площади. И потом что-то пошло не так. В общем, как поется в песне, лучше всяких слов порою взгляды говорят. Сразу же появились инсинуации на предмет здоровья Александра Григорьевича. Но уверен, он выправится. У него же еще есть большая миссия. Не зря же 10 мая он поздравил президента Азербайджана Ихама Алиева со столетием его отца Гейдара, который тоже был президентом. С удовольствием учился у него политической мудрости, выдержки, подлинно стратегическому мышлению, написал Лукашенко. Со стратегией все, как вы понимаете, понятно. Беда одна. Не созрел еще наследник. Неделя была праздничной, поэтому многие пытались добавить позитива. Вот премьер-министр Роман Головченко. Цитирую. «Как мы и обещали, с апреля мы фактически вышли на тот уровень, который был в прошлом году. И будем прибавлять дальше от месяца к месяцу. Мы уже не испытываем никакого шока. Раньше было много непонятных вещей, но сейчас я считаю, что эту страницу мы закрыли». Конец цитаты. Роман Александрович хорошо знает, как по выражению его босса давать экономику. Это же статистическая задача. В прошлом году в марте и апреле грохнули санкции. Торговля сильно притормозила. Поэтому сейчас у правительства получается демонстрировать хорошие цифры. Правда, оно предусмотрительно не сравнивает их ни с 2021 годом, ни с более ранними периодами. Это как если у тебя было 100 рублей, 50 ты потерял, а потом нашел 25. Вроде бы капитал в полтора раза и вырос, но на самом деле еще 25 рублей не хватает. Наталья Качанова на неделе съездила в Следственный комитет, где учила людей в погонах секретом успеха. Цитирую. «Просто внимательно слушайте главу государства и будете знать, преломляя то, о чем говорит президент, на себя, что надо делать конкретно в той или иной ситуации». Конец цитаты. К тому, что Наталья Ивановна в последнее время просто хором Соловьев поет дифирамбы своему начальнику, уже все привыкли. Однако в этот раз, мне кажется, она просто рассказала секрет карьерного успеха. Нужно угадывать желания вождя и исполнять их еще до того, как он про них скажет. Вот такая забота, похоже, и обеспечила Качановой карьерный взлет. Вот потому и распекает Григорьевич всю вертикаль. Не умеют они преломлять его на себя, как Качанова. Не угадывают. То солому не уберут, то колею на поле оставят. Заместителя госсекретаря Совета Безопасности Александра Рахманова попросили рассказать на телевидении о новой концепции национальной безопасности. Уникальность концепции еще в том, что мы говорим о безопасности через призму развития нашей страны. Это формирование государства, в котором действительно будут повышаться и уровень, и качество жизни наших людей, которое действительно независимо и суверенно, которое действительно идет по пути правового государства, где действительно власть принадлежит людям, народу, и именно его волеизъявление учитывается при принятии различных государственных решений на любых уровнях. Просто сказка. Страна мечты. Правда, конечно, мы все неоднократно видели, как волеизъявление народа учитывается на всех уровнях, особенно если оно не совпадает с мнением на этот счет власть придержащих. Его быстро корректируют с помощью подручных средств и приговоров. В общем, как обычно в таких случаях, нужно заменить одно слово, где действительно власть принадлежит людям Лукашенко, и именно его волеизъявление учитывается при принятии решений на любых уровнях. Вот так звучит ближе к реальности. Генпрокурор Андрей Швет провел первое заседание комиссии по возвращению и подвел его итоги. Да, мы провели одно из первых заседаний. Приняты ряд решений в отношении лиц, которые обратились. Я не буду говорить о цифрах и анонсировать какие-то фамилии. Это нельзя делать, потому что мы достоверно знаем, что эти лица за рубежом обрабатываются активно, их запугивают, чтобы они, некоторых из них, не приезжали сюда. И уверен, что придет время, когда люди приедут, спокойно здесь будут жить. Всего же за почти три месяца, по сведениям Шведа, в комиссию поступило 70 заявлений на возвращение. Не густо. Мне кажется, с запугиванием и сам Швед неплохо справляется, а также другие члены комиссии по возвращению и прочие ответственные лица, и своей воинственной риторикой, и новыми арестами, приговорами, а также знаменитым недозаконам, когда любой взгляд можно расценивать как госизмену. Впрочем, есть в словах Шведа и оптимизм. Ну, про то, что когда-нибудь все будут жить спокойно. Правда, мне кажется, произойдет это уже без его участия. Так что в ожидании этого замечательного момента вас и оставлю. До новых встреч!